Сайор Баталова, это дочь Эксакима, Амадыка Баталова, Эксакима Алматинской области, отобрали 38 гектаров земли, вот так участок находится в Ильинском районе Алматинской области и оценивается в 400 миллионов тенге. До недавнего времени он был оформлен на ТО Solid Crystal, которыми руководит Сайора Баталова. Землю изъяли, потому что она не использовалась в течение 6 лет. Такое решение было принято прокуратурой Алматинской области. А всего же в этом году государству вернули 12,5 тысяч гектаров общей стоимостью в 2,5 миллиарда тенге. Самый большой участок изъяли у предприятия в окрестностях Кунаева – 500 гектаров. В 2020 году его взяли под строительство гидроэлектростанции, но так ничего и не построили. О том, как планировала использовать свой участок дочь Эксакима, тоже непонятно. Хотя даже просто иметь голый кусок земли за 400 миллионов, который растет в цене, уже стратегия и бизнес. Так что Сайора Баталова совсем не уникальный случай, поэтому идем дальше. Да, идем дальше. В Казахстане, новость может быть для многих, очень быстрый интернет. Об этом заявил глава Министерства цифрового развития Жаслан Мадзиев. Сославшись на исследование международной кампании «Спидтест Укла», министр рассказал, что по скорости мы занимаем 66 место в мире и уже обогнали Россию, Кыргызстан и Узбекистан. Напомню, годом раньше другой глава Минцифры Багдад Мусин уже обгонял Японию. Когда журналисты агентства «Пресский Зет» сообщили об этом своим японским коллегам, те были очень удивлены и на практике продемонстрировали, что интернет у них раз в 10 быстрее казахстанского. Вот и на этот раз вышло неувязком. Пока Жаслан Мадзиев рассказывал о скоростном интернете, заседание правительства оказалось фактически сорванным из-за проблем со связью. Давайте посмотрим фрагменты этого заседания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! А сейчас обсудим скандал вокруг ролика, который уже назвали грязными танцами в юрте. Он вызвал бурные обсуждения в соцсетях и не только. Но сначала давайте посмотрим, о чем все-таки идет речь. Субтитры Алексею Дубровскому! Ну что, ролик сразу прокомментировала кто? Министр культуры и информация Аида Балаева назвала фактически это бескультурием. По мнению чиновницы такой провокационный контент наносит ущерб традиционной культуре, национальной идентичности, а еще может вызвать раскол внутри общества. Министр культуры считает, что это отход от традиционных ценностей, который грозит серьезными последствиями для всей казахстанской культуры. В общем, большой скандал начался, но вот о последствиях не конкретизировала министра эти последствия. Ну, свой комментарий, кстати, выложил и автор ролика. Это хореограф Алишер Султанбекула. Именно он танцует в кадре на высоких каблуках. Его участие в танце вызвало шквал критики. Алишера уже обозвали и трансвеститом, и трансгендером. На что хореограф заявил, что многие зрители просто не поняли самой иронии, скрытой в клипе. Давайте послушаем позицию Алишера. Картинка правда выглядит провокационной. И в принципе, вся моя жизнь, весь мой образ и весь мой инстаграм, выглядит провокационным, если так посмотреть объективно. И когда я делал это видео, я даже не знаю, как возможно делать видео, арендовать это помещение, искать целыми днями жилетки, вышивать их с обидой, и с обидой потом танцевать, смеяться, и потом еще часов четыре монтировать это все. Ну, то есть, в чем конкретно тот протест? И, может быть, я, честно, сам не чувствую. Ну, к всеобщему шуму подключились уже, как это принято, и депутаты. Один из них, Самат Мусабаев, назвал участников клипа «развратной троицы» и потребовал привлечь всех к ответственности. Вот почему этот ролик вызвал такой шквал критики, кого он мог оскорбить, и может ли вообще современный шоу-бизнес быть успешным без вызова и эпатажа, мы спросили у известного казахстанского продюсера Баяна Лагузова. И давайте сейчас посмотрим это интервью, которое записали наши коллеги перед эфиром. Эти ребята, во-первых, они артисты. Артисты – люди неординарные. У них какой-то свой особый взгляд на этот мир. Для меня это так. Они захотели станцевать. Теперь посмотрите с положительной точки зрения. Сколько людей это посмотрело? Скажем, в той же России, той же Америке, Канаде, Франции. Но есть другая часть населения, которое любое прикосновение к национальному считает нечто похабным, нечто каким-то, ну, я не знаю, вторжением в их душу, да, например. Поэтому как мне это оценить? Для меня это шоу-бизнес, это артисты, которые, не знаю, оголили свои ноги, такую же часть тела, как и руки, или голова, или уши, да, или грудь. И танцевали. Они так увидели свое искусство. Для меня это не является нечто похабным или нечто ужасным. Это арт, да, это искусство. Оно может быть разным. Для меня это так. То есть ребята хайпанули, хорошо на этом наработали, просмотры и так далее. Да, вы знаете, у нас вот есть группа, она IT1 называется. Когда-то ее хейтили полстраны, если не больше. Это было нечто ужасным, что люди выглядят не так, как все, что они делают что-то не так, как все. Это является триггером. Почему ты не такой, как я? Почему ты не такой обычный, как я? Да? Сейчас это небожители. То есть сначала это превращается в хайп, в ненависть, в гонение. А потом это превращается в нечто культовое. Это работает так. Видимо, ребята захотели, ну, так хайпануть. Завтра, возможно, они станут всемирно известными артистами. И поверьте мне, общество скажет, о боже, какие классные ребята. Они продвигают нашу культуру. Поверьте, это именно так и работает. Вы знаете, у нас есть такая блогер, как Байзакова. Она оголила свою грудь. Вот просто вот она оголила свою красивую грудь. И повсеместно в один день стала самой известной казашкой. Сейчас она блогер-миллионщица, миллионница. Ей заказывают какие-то большие контракты рекламные. Понимаете? Это работает так. Я не говорю, что это хорошо. Но как по-другому стать знаменитой? Кто-то танцует в юрте, кто-то оголяет грудь. И есть масса способов стать знаменитыми. Что больше всего задело людей? То, что парень переоделся в женщину и танцует на высоких каблуках. То есть вот это вызвало прямо массу негодования, причем танцует в юрте. Ну, во-первых, насколько я поняла, это трансгендер. Это тоже часть общества нашего. Они были, есть и будут всегда. Так же, как этот закон сейчас, петицию хотят подписать, против пропаганды ЛГБТ. Это тоже часть общества, которое не хочет принимать правду. Они есть. Они всегда были во все времена. И 300 лет назад, и 1000 лет назад. Они всегда были. Это исторически доказанный факт. Их нельзя убить, повесить, сжечь на костре. Они есть. Они часть нашего общества. И этот парень оделся в то, во чем ему комфортно. И они тоже божьи создания. Мы не можем это отрицать. И весь цивилизованный мир не отрицает этого. А мы хотим их закопать. Во-первых, мы их не закопаем. Ничего из этого не получится. Они всегда есть, будут и были. Вот и все. Это правда, на которую мы закрываем глаза. Так же мы закрывали глаза на большое количество абортов в 13-15 лет, а так же, как и родов. Так же мы закрывали глаза на то, что все наши детские дома забиты ненужными детьми. Мы на все это закрывали глаза. Так же, как и на, я не знаю, ущемление прав женщин. Так же, как и на убийство женщин. Так же, как и на домашнее насилие. Я об этом говорю много лет. И много лет меня ругают. Нет, это неправда. Казахские женщины святые. Они не рожают женщин в 13 лет. Они не делают аборты. Казахские женщины не бьют. Казахские женщины не убивают. Казахские женщины не занимаются сексом. Казахские женщины рожают детей от святаго духа. Но это же не так. Либо мы станем абсолютно, может быть, исламской страной, где женщины будут покрыты. И никакое движение вправо или влево нельзя будет. Не дай бог. Либо мы пойдем вперед, и мы не можем закрыться от мира. Мы ездим в Европу. В Европе свои ценности. Мы не можем. Тогда давайте закроем, как это было в Советском Союзе. С чего вся эта боли началась? За 70 лет народ действительно ущемляли. У нас чуть не отобрали язык. У нас чуть не отобрали нашу культуру, наши ценности, нашу историю, в конце концов. Нам говорили, что мы не умеем писать, не умеем читать, что у нас не было государственности. И, конечно, вот эта национальная обида, она вжилась в наши жилы. И прорывается таким образом. Конечно. И она сейчас, вот эта обида на все прорывается. Не трогайте казахское. Не трогайте ничего нашего. Не внедряйте ничего европейского. Не внедряйте ничего американского. Это только наше. Но мы не можем закрыться от мира. Мы в любом случае будем коллаборироваться. Так или иначе. Ваша группа выступала в Штатах. Там были орнаменты национальные. И такие достаточно открытые костюмы. И вы подверглись достаточно жесткой критике. Для вас это было неожиданно? Нет, конечно, не было. Конечно, не было. Я знала, что так будет. Но, во-первых, еще раз, мы артисты. Мы шоу. Мы шоу-бизнес. Во-первых, мы выступали в Америке. Мы не пели национальные песни. Мы пели эстрадные песни вместе с мировой звездой. Вместе с национальным орнаментом. Конечно, мы должны быть идентифицированы. Окей, тогда давайте запретим балет. Там же тоже полуголые. Но здесь они ставят, я не знаю, спектакль Абая. И у них, например, национальные орнаменты. А здесь пачка, простите. Давайте мы запретим тогда, хорошо, гимнастику. То есть казахские гимнастки выходят на арену в купальнике, но с национальным орнаментом. Почему это не есть плохо? Это нормально, да? Наверное, вы сейчас подсказали людям, кого критиковать. Окей, тогда давайте критиковать всех. Давайте критиковать, не знаю, цирковых артистов. Но эстрадному артисту почему-то нельзя. Еще где? В Америке. Поэтому, конечно, я готова к любому хейту, потому что меня хейтят уже 30 лет. И для меня это часть моей жизни. Но это не остановит меня идти дальше. И нести наше национальное туда. Потому что другим мы не можем удивить. Потому что все уже придумано. Особенно в шоу-бизнесе. Здесь, в родной стране, нас хейтят наши же люди. Нам обрезают крылья. Нам не дают дорогу. Потому что мы чуть впереди. Потому что мы вышли за грань их возможностей. Вам не кажется, что во всем этом есть какая-то доля ханжества? В том-то и дело, я очень много раз об этом говорила. У нас двойные стандарты. Ну, тогда давайте решим многоженство. Давайте разрешим. Ну, если мы такие вот праведные, если мы такие правильные, давайте разрешим. А мы и так разрешили. У нас там каждый третий имеет по второй жене. Просто это не официально зарегистрированные браки. Но мы их имеем. И наши девочки уже с гордостью говорят, мы вторая жена, я третья жена, я четвертая жена. Правда же классно? И это уже практически норма. Меня уже не удивляет ни вторая жена, ни третья, ни четвертая. Это норма. И почему-то никто не считает это как бы не есть хорошо. У нас мужчина спит с четырьмя. И это возводится в ранг чего-то обычного и нормального по законам Божьим. Для меня это ненормально. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова